так коллеги добрый день 13 часов московское время всех приветствую что хочется сказать сегодня у нас вторник вот анастасия уже появился добрый день я вас хорошо вижу скажите что-нибудь да и слышно тоже замечательно ну что коллеги нас сегодня вторник традиционно теперь у нас вторник и четверг эфиры для фитнес-тренеров расширили мы возможность делиться информацией именно для этой части нашего сообщества понимаем что она важна и до недавнего времени мы уделяли недостаточно конечно внимание помощи и тренерам инструкторам для того чтобы развиваться в нашей индустрии приглашать экспертов делиться мнением поэтому исправляемся ну что сегодня поговорим о довольно-таки серьезно составляющей вообще всей всего тренировочного процесса питания представляю анастасию лежнину раз эксперта по этому вопросу анастасия ну что вам слово время сейчас презентация вот загрузится управлять можно стрелочками внизу ну и на вопрос ответим либо в конце либо походу если они будут возникать добрый день я рада всех приветствовать надеюсь все хорошо меня видно и слышно помашите ручкой кто здесь находится чтобы я понимала что меня слышно что меня видно что вы готовы вынимать информации так вот я вижу сердечки значит все в порядке так сейчас я попробую полистать так так нет у меня не получается перелистывать презентацию а все я нашла где так вот ну что давайте знакомиться я сначала расскажу немножечко о себе меня зовут анастасия лежнина я являюсь семейным нутрициологом коучем по здоровью семейный нутрициолог это значит что я работаю со взрослыми и я работаю с детками с самого рождения в принципе нутрициолог это тот человек который занимается питанием здоровым образом жизни и собственно коуч это тот человек который сопровождает своего клиента на пути к здоровью также я являюсь спикером профессиональных обучающих программ по нутрициологии то есть занимаюсь обучением профессии нутрициолог я являюсь экспертом тьютером и крупным куратором крупнейшей академии про здоровье про здоровье это крупнейшая школа в сфере нутрициологии являюсь членом союза диетологов и нутрициологов россии а также специалист по здоровительному и реабилитационному фитнесу и собственно в недавнем прошлом да я была собственником сети фитнес-студий и фитнес-тренером я тоже работала я данной профессии конечно знаю не понаслышке и собственно сфере фитнеса я работала с 2014 года примерно с этого же времени я занимаюсь нутрициологией и вот со временем произошло так что фитнес из моей жизни сейчас практически вышел а нутрициология плотно в моей жизни осталась и сейчас я собственно посвятила себя только этой сфере теперь я хотела бы познакомиться и с вами пожалуйста напишите кто вы да тренер практикуете ли вы либо учились ли обучались ли вы где-то диетологии нутрициологии применяете ли вы как-то знание по питанию в своей работе либо вы являетесь там менеджером фитнес-клуба либо как вы попали на вебинар мне хочется понять уровень вашей осведомленности данном вопросе я понимала как строить диалог я конечно хотела бы чтобы у нас с вами все-таки был диалог и чтобы от вас была какая-то обратная связь я понимала понятно ли я вам изъясняюсь либо не очень понятно поскольку есть конечно определенный уровень профессиональной деформации кажется что говорим мы об очень элементарных вещах так жду вас пожалуйста скажите мне кто вы и если у нас вообще кто-то в эфире чтобы я понимала потому что пока я в чате ничего не вижу а очень хочу с вами познакомиться чтобы не понять как дальше как работать но пока вы пишете я тогда а вот все я увидела ваше сообщение менеджер зала основа диетологии в основном и спортивной литературы а мы сегодня кстати я постараюсь как раз основные вот такие классические парадигмы спортивной нутрициологии затронут и чем они разнятся с тем что есть сейчас в современных научных исследований собственно давайте будем переходить к основной теме если по ходу моего спича будут возникать какие-то вопросы пожалуйста не стесняйтесь задавайте их я постараюсь с удовольствием параллельно отвечать как только будет появляться свободная минутка времени и так а с чего хочется начать да во первых очень важно в работе фитнес тренера понимать предел своих компетенций и когда я еще работала фитнес тренером было так заведено что собственно когда человек приходил зал то питание клиенту прописывал тоже тренер хочется сказать сказать что время меняется и сейчас все таки идет тенденция к тому что очень важно быть лучше хорошим грамотным фитнес тренером и работать связки с профессиональным нутрициологом либо самому фитнес тренеру отучиться профессионально на нутрициолога и все таки не работать с клиентом между подходами а понимать что нутрициология это одна отдельно большая наука питание это отдельно большая составляющая и не стоит их мешать с тренировками то есть тренер это тренер нутрициолог это нутрициолог это ни в коем случае не конкуренты это связка которая может совместно продуктивно привести клиента к определенному результату как тренер да начинает свою работу с клиентом так и нутрициолог работа начинается с опроса состоянии здоровья и здесь очень важно уделить внимание тому и как клиент питается в настоящий момент времени и какие проблемы в состоянии здоровья у него имеется если клиент пришел фитнес клуб с целью снизить вес набрать мышечную массу мы должны понимать что не только тренировка поможет решить поставленную цель есть определенные состояния здоровья которые могут мешать снижению веса есть определенные состояния здоровья которые могут мешать набору мышечной массы на например девушка пришла за снижением веса вы ничего у нее не спросили она начинает активно тренироваться результата должного не получать в итоге плохой оказывается фитнес тренинг а на самом деле проблема в том что девушки оказалось состояние инсулинорезистентности да это такая не чувствительность организма к выработке инсулина то есть высокий уровень сахара в крови который не снижается инсулином да ну такое преддиабетическое состояние а сейчас что сложными терминами не грузить но в общем при данном состоянии достаточно сложно будет девушке снизить вес пока она не откорректирует это состояние а вы например как фитнес тренер начинаете рекомендовать пить какой-то протеиновый коктейль вместо приема пищи кушать творог после тренировки что с данным состоянием инсулинорезистентности будет полностью несовместимо поэтому очень важно уточнить все имеющиеся диагнозы и жалобы по состоянию здоровья клиента если вы понимаете что клиент не здоров то естественно для того чтобы с ним получили результат отправьте его к врачу отправьте его к нутрициологу для того чтобы объяснить и человеку что нужно не только тренировки решают проблему веса например конечно же если вы обладаете должными компетенциями вы можете просить человека предоставить данные лабораторной диагностики если мы говорим непосредственно о нашем клиенте нутрициолог без лабораторной диагностики в принципе с клиентом не начинает работать это первое что мы просим почему это так важно и почему это может быть актуально в работе трениров то есть есть маркеры определенные которые на фитнес накладывают очень большой отпечаток что к таким относится вот например как раз уровень инсулина здесь есть два момента вот давайте сразу можно брать листочек себе и записывать на вооружение оптимальный уровень данного показателя крови клиента должен быть от 3 до 7 если к вам пришел молодой человек который хочет набрать мышечную массу и в результатах его анализов уровень инсулина там ниже трех ниже пяти то мышечную массу навряд ли получится набрать если пришла девушка и она хочет снизить вес а уровень ее инсулина выше семи то навряд ли тоже получится сделать то есть нужно сначала снизить уровень данного показателя дальше важным показателем в оценке готовности к физической нагрузке является уровень ферритина и общего белка то есть ферритин я думаю тоже сейчас уже многие знают это уровень запаса железа в организме и наверняка встречались что кто-то из клиентов наших хорошо переносит физические нагрузки а у кого-то темнеет в глазах да человек становится нехорошо при каких-то чрезмерных активностях это как раз зачастую бывает связано с очень низким показателем ферритина если вы увидели ферритин у клиента там ниже двадцати в принципе не беритесь за работу с ним пока он не откорректирует данное состояние отправьте комприциологу отправьте к врачу поднимите уровень ферритина и только потом уже мы начинаем худеть набирать мышечную массу тренироваться потому что железо собственно переносит гемоглобин наверно знаете такое вещество это тот белок который переносит железо и кислород внутри нашего организма и собственно без кислорода невозможно окисление жиров невозможно построение и мышечной массы в том числе и мышечная работа дальше давайте не будем заострять до свое внимание на лабораторной диагностики на это вот просто как вам такой скажем так удочка закинута что в причина в ненормальных показателях до в анализах в отклонениях в лабораторной диагностики конечно могут не давать должных результатов клиент дальше конечно же перед тем как рекомендовать клиенту что-либо поесть мы всегда узнаем его цели ну что касается фитнеса здесь цели чаще всего там две может быть чуть больше да ну плюс минус основная часть обычных клиентов делится на тех кто хочет набрать мышечную массу и кто хочет похудеть конечно программа питания в зависимости от данных целей будет меняться сейчас мы поговорим да как ее грамотно составить ну и конечно существуют базовые принципы построения рациона выбора продуктов но есть всегда индивидуальный момент поэтому ну вот помню раньше еще когда я работала фитнес-клубах что фитнес-клубы например делали какую-то распечатку для клиентов типа список разрешенных запрещенных продуктов и выдавали их клиентам при покупке клубной карты вот у нас для вас программа питания конечно такая программа питания не может быть эффективной да и не может быть не может принести какого-то гарантированного результату клиента потому что она как минимум она не индивидуализирована и не учитывает его индивидуальных потребностей о каких же индивидуальных потребностях идет речь да если мы обратимся как раз к учебникам классической диетологии спортивной диетологии то наверняка многие из вас слышали про калории про белки жиры и углеводы и до безумия пытались их считать особенно фитнес-тренера как основные такие игроки в данном направлении конечно же пробуют все на себе и возможно набирали либо мышечную массу либо снижали вес и своим клиентам говорили о дефиците и профиците калорий что же касается современных взглядов на этот момент то конечно ну давайте посмотрим на конкретных примерах то есть почему один и тот же рацион если мы даем двум разным людям мы видим разный эффект то есть пусть у них одинаковые тренировки у них одинаковый рацион питания пусть даже они плюс-минус одного телосложения но один человек будет набирать при этом мощную массу а второй будет снижать вес почему так происходит это как раз вопросы индивидуализации да то есть что внутри на биохимическом уровне происходит и с тем и с другим собственно отсюда теория дефицита и профицита калорий потерпела крах да то есть сейчас современной диетологии и нутрициологии про дефицит и профицит калорий вообще никакой речи не идет до калория как измеритель уровня энергии она имеет место быть мы можем их считать но полагаться рассчитывать высчитывать рацион высчитывать его калории высчитывать белки жиры углеводы абсолютно не имеет под собой никакого смысла кроме того что развивает человека просто немыслимый до какой-то невроз и постоянное непонимание до того что ему можно съесть вписывается ли он не вписывается в колораж но и на самом деле рекомендуемый колораж можно вписать все что угодно можно вписать сникерс можно вписать бургер но при этом употребляя данные продукты конечно никаком результате не о высоких спортивных достижениях в принципе речи быть не может дальше следующий момент который хотелось бы отметить что важно при составлении программ питания когда мы говорим о том что употребляйте те или иные продукты там вам нужно кушать белок для того чтобы набрать ночную массу важно понимать потребление не равно усвоение данных продуктов то есть мы можем есть огромное количество белка и я работаю фитнес-клубах конечно же работала всегда с молодыми людьми которые до безумия хотели набрать мощную массу которые съедали огромное количество белка и что мы видели акне да различные высыпания на коже и собственно до сих пор среди многих фитнес-тренеров можно увидеть именно тех кто покрыт просто акне непроходящими можно сказать собственно это как раз первый признак того что тот белок который употреблялся в огромном количестве он никак никуда не усваивается и давал просто повышенную токсическую нагрузку на организм что здесь важно на что здесь нужно обратить внимание для того чтобы усваивался белок и усваивались белковые продукты и минералы в том числе важно соблюдать ряд условий эти условия в желудочно-кишечном тракте безусловно нам нужна нужная кислотность желудочного сока так как первый этап переваривание белковых продуктов именно в желудке в желудке белок приходит процесс денатурации да то есть начальная стадия расщепления белка и дальше уже расщепленный белок рассыпается скажем так доме на кислот попадает в просвет тонкого кишечника откуда всасывается и попадает в пункт назначения если наш желудок и желудочный сок не доработали то дальше этот белок в принципе тоже не может усвоиться дальше не хватит ферментов поджелудочной железе чтобы его переварить и конечно же он не сможет должным образом пройти через все процессы всасывания в тонком кишечнике если мы говорим о жирах да то есть жиры на самом деле хотя фитнес их очень сильно кошмарил долгое время и когда мы там говорим о снижении веса говорим о том что ну вот жирами то надо как-то поаккуратней и на самом деле на фоне этого получилось достаточно большое количество проблем современном обществе особенно среди женщин когда они не употребляя продукты жирные животного происхождения в итоге получили нарушение цикла гормональные дисбалансы сложности с беременностью тогда конечно жиры в рационе должны быть и при занятиях спортом и при серьезных занятиях спортом обязательно поскольку это инструмент для строительства наших половых гормонов для красоты нашей кожи волос ногтей без этого просто никуда но чтоб жиры должным образом усвоились опять же нам необходимо правильное всасывание желудочно-кишечном тракте а это в первую очередь работа нашего желчного пузыря и поджелудочной железы если есть ну грубо говоря вам клиент у меня как-то вот справа справа под ребром тянет у меня какой-то дискомфорт боли кстати это может быть во время физических нагрузок пожалуйста порекомендуйте клиенту сходить на узи брюшной полости либо посмотреть отдельно желчный пузырь сделать узи желчного пузыря с нагрузкой для того чтобы оценить а нет ли у него взвеси в желчном пузыре нет ли камней в желчном пузыре поскольку и тренироваться с камнями может быть опасно а второй момент да естественно при камнях при взвесе в желчном пузыре мы можем получить нарушенное усвоение жиров и жирорастворимых витаминов в том числе поэтому это тоже безусловно важный момент и фитнес тренер хотя бы немножечко должен понимать что если там колик в правом боку тяжесть и дискомфорт то здесь клиенту нужно дать вот такие рекомендации а не просто там рекомендовать подышать отдохнуть и так далее то есть под всем есть своим скажем так подводные камни поэтому обращайте пожалуйста на это внимание ну и конечно же углеводы углеводы фитнесе очень любятся да поскольку это источник энергии я как натрициолог говорю что углеводы на самом деле это один из тех нутриентов которые нам по сути не очень-то сильно и нужен поскольку энергию мы можем производить на самом деле всего а углеводы это самый простой источник энергии но не будем уж так полностью категоричны но тем не менее углеводы это та часть которую можно ограничивать если человек хочет например снижать вес да безусловно снижение веса происходит за счет снижения уровня углеводов и углеводы как раз это те пищевые нутриенты которые усваиваются практически всегда с легкостью нашим организмом поскольку всасывание углеводов переваривание углеводов начинается еще в ротовой полосе положили в рот шоколадку и мгновенно уже молекулки глюкозы попали к нам в кровь поэтому с углеводами обычно проблем всасывания и переваривания особо не возникает могут возникнуть сложности с перевариванием клетчатки до сложных углеводов овощей а вот с такими простыми углеводами как правило в никаких сложностей не возникает надеюсь все понятно то что я говорю дайте какую-то обратную связь интересно не интересно понятно непонятно что хочется услышать я обязательно это учту а пока продолжу ну вот я в принципе уже до озвучила про белки жиры и углеводы и но важно понимать а как же нам дать тогда какие-то рекомендации до клиенту потому вообще в принципе как ему свой рацион выстраивать и здесь я как раз хотела бы вам упомянуть что на самом деле достоверным методом оценки состава тела человека и основного обмена является такой анализ как bio импедансный анализ состава тела и думаю что вы как фитнес тренера должны были слышать о таком скажите мне слышали или знаете ли вы есть разные приборы для измерения этого анализа состава тела и я очень люблю такой прибор как мидас если вашем фитнес клубе такого аппарата не очень рекомендую вам руководству презентовать его изучить самостоятельно может быть даже кому-то будет интересно научиться на нем самостоятельно работать и интерпретировать результаты данного исследования поскольку для фитнеса и для составления программ питания для достижения клиентам результатов это классная штука я даже читаю там отдельную лекцию по интерпретации данного анализа в одном из профессиональных курсов где я рассказываю на самом деле что bio импедансный анализ состава тела нам может столько рассказать о клиенте что нам просто и не снилось мы можем вот я вижу что весы да какие то смотрите в чем отличие всех этих приборов отличие в том какие показатели они нам дают да вообще классический bio импедансный анализатор состава тела это собственно диагностика мышечной массы жировой ткани воды костной массы но помимо этого всего как раз bio импедансный анализ состава тела может нам вычислять основной обмен да и показывать мышечную массу в соотношении с долей до мышечной массы как раз прибор мидас а у него такая наглядная картинка вот надо было вам ставить чтобы показать по которой будет видно собственно вообще что происходит с вашим клиентом а вообще можно ли ему тренироваться какие у него обменные процессы а может быть у него вообще на почечнике выстощение ему в принципе сейчас только на коврике лежать а вы его в тренажерный зал тащите потому что он хочет похудеть да либо набрать мышечную массу а его организм просто к этому не готов вот как раз если мы берем bio импедансный анализатор состава тела медас то там мы это все видим это сейчас не реклама этого прибора просто очень многие врачи даже до для постановки диагнозов вплоть до онкологии используют данный прибор ну и конечно же в работе фитнес-тренера и нутрициолога он тоже творит просто дает нам такую информацию которая является кладезью просто знаний и вот на основании данных этого прибора нам там дается показатель основного обмена и собственно мы можем как-то понимать да в какую сторону нам двигать колораж да если уж мы идем про расчет калорий речь да хоть какую-то чтобы как-то сориентировать клиент хотя то что я буду рассказывать дальше да если вы будете работать и руководствоваться теми принципами которых я дам то вы забудете что такое калория расчет белков жиров углеводов вам это просто не понадобится и вы на самом деле значительно облегчите своим клиентам жизнь дальше да как пунктик у меня тут помечена как программа и ферментативная система на самом деле я кратко этого уже коснулась для того чтобы нам понимать чем нам накормить клиента нам нужно понимать как раз то как он переваривает те или иные продукты как он их усваивает и мы уже с вами обозначили да белки жиры и углеводы где они перевариваются где они усваиваются так вот как нам это оценить да не на уровне просто поговорить а глазами пощупать увидеть понять вот такой анализ анализ скала да называется к программа сдать его можно в любой абсолютно лаборатории и в обычной поликлинике и вот как раз если вы видите не постесняетесь да на самом деле сейчас тренера я думаю спокойно могут научиться с этим работать не нужно иметь медицинское образование для того чтобы просить клиентов сдать какие-то анализы особенно если в этом где-то немножечко подучитесь и будете в них что-то понимать то просто супер а вот как раз к программе тот анализ который покажет как перевариваются белки жиры и углеводы у вашего клиента и собственно если вы видите что у него жиры вообще никак не перевариваются да то сколько вы его жирами не кормить усвоение не будет если вы видите в программе мышечные волокна а вы набираете мышечную массу ну вот вы просто кормить унитаз да и никакой блок у него в мышце не попадает вот поэтому собственно оценить этот момент можно с помощью вот такой диагностики дальше конечно же идут анализы крови и достаточно большое количество и в них можно научиться разбираться сейчас есть обучение и для фитнес-тренеров да там если я этим занимаюсь я обучаю фитнес-тренеров чтению лабораторной диагностики с точки зрения как нам помочь клиенту и я считаю что тренер должен какую-то базу и основу знать конечно же мы не лечим анализы да это этим занимается врач но как нутрициолог конечно безусловно я работаю с анализами и с анализами крови в том числе и мы смотрим не только до выпадения за пределы референса лаборатории мы смотрим на узкий коридор здоровья то есть есть например ну я не знаю если вы слышали например про перейти такой распространенный сейчас показатель то у него референсное значение в лаборатории там от 10 до 150 но человек с ферритином 10 и с ферритином 150 это два разных человека я как нутрициолог обычно служают диапазон значения там до от 50 там до 80 например и так по каждому показателю то есть это максимально узкие такие коридоры здоровья оптимальные на которые стоит ориентироваться ну и конечно же важно понимать что у клиента могут возникать побочные эффекты то есть вы например порекомендовали ему какое-то питание это плохо себя после него чувство мне какой-то тяжесть и дути распирание так далее поэтому эти моменты очень важно учитывать плюс есть индивидуальные непереносимости есть большое количество продуктов на которые может быть различные реакции и конечно же если все-таки вы даете рекомендации по питанию своему клиенту вы должны понимать какой побочный эффект может нести употребление такой или иного продукта и в какую сторону тогда смотреть мы переходим дальше так надеюсь что сейчас меня не полетят тухлые яйца поскольку речь пойдет о продуктах воспаления что такое продукты воспаления в принципе да и для чего я о них говорю зачастую фитнес индустрия как раз была заточена на то чтобы посчитать белки жиров и воды посчитать калорий и не особое внимание уделяла тем продуктам которые могут вызывать воспаление в организме а на самом деле что такое воспаление человек может чувствовать себя прекрасно его может ничего не беспокоит он говорит что он абсолютно здоров бодр весел да и у него все прекрасно но человек находится в состоянии длительного хронического воспаления к сожалению мне кажется 99 процентов людей на земле сейчас находятся в этом состоянии как бы это ни печально не звучало особенно если ваш клиент обычный офисный сотрудник который там ходит на тренировки заказывает еду например на работу с коллегами там суши пиццы и так далее чаще всего это люди в хроническом воспалении и собственно вам очень важно на это обращать внимание как мы можем это заподозрить ну во первых если к вам пришел какой-то очень большой клиент да то есть избыточный лишний вес там не 5 7 килограмм а более 10 10 15 килограмм да это уже сто процентов человек находится в состоянии воспаления если человек истощен например мужчина очень худощавый пришел однозначно у него есть проблемы желудочно-кишечный трактов и скорее всего он находится в состоянии воспаления в принципе когда вы наблюдаете отечность сниженный турбур кожи то есть мешки под глазами синяки под глазами да это все тоже такие маркеры воспаления ну и конечно же воспаление мы опять-таки видим если мы смотрим анализы крови клиента зачастую но даже если у клиента все прекрасно а но он хочет каких-то спортивных результатов он выступает на соревнованиях например это профессиональный спортсмен будь то любитель до обычных клиентов клуба неважно продукты воспаления они негативно влияют на любой абсолютно организм если мы сейчас начнем с вами говорить о сахаре и о подсластителях секундочку простите пожалуйста я занята у меня идет вебинар простите если мы говорим о сахаре дата мы должны понимать что например на переваривание одной молекулы сахара нам необходимо 56 молекул глюкозы ой простите 56 молекул магния что переварить всего одну молекулу глюкозы 56 молекул магния вот теперь я думаю на этом примере становится понятно почему такое количество людей сейчас начинают понимать что на трицептики это важно да что нужно пить какие-то витамины минералы тому как наше несбалансированное питание и вызывает нас множество дефицитных состояний а магний собственно и мышечная работа очень очень тесно взаимосвязаны без них ну просто никак то есть наша мышца не может сокращаться должным образом имея дефицит магния поэтому пожалуйста да обратите внимание на себя на своих близких я не говорю ну конечно по возможности исключения хотя бы добавленного сахара тотально но постарайтесь хотя бы снизить потребление насколько это возможно особенно и подсластителей в том числе а часто бывает что грешат такими заменами как напишите пожалуйста в чате я не знаю кто кто со мной в диалоге да если сахар в вашем рационе фруктоза до каждый день ли вы едите какие-то сладкие продукты вот поэтому очень очень интересно если у вас тут продукт в рационе вот а имея собственно потребляя на регулярной основе мы рано или поздно можем прийти и в состоянии инсулино-резистентности мы можем получить множественные дефицитные состояния также мы провоцируем разрастание патогенной микрофлоры в нашем кишечнике а наш кишечник равно наш иммунитет то есть мы начинаем чаще болеть мы восприимчивы к инфекциям и собственно получаем развитие как раз того самого воспаления хронических заболеваний и так далее и конечно фруктоза здесь не альтернатива то есть употребление сладких фруктов ничем не лучше чем употребление сахара обычного вот как раз пишут фруктоза из фруктов да сахара крайне редко фруктоза ничем не лучше из фруктов в том числе почему я поясню да дело в том что фруктоза у нас метаболизируется напрямую в нашей печени и собственно мы нагружая печень получаем нарушение процесса детоксикации в организме и последствия этого могут быть достаточно плачевными ну например да как раз вы сдаете свой уровень холестерина и у вас повышенный холестерин и вы видя повышенный уровень холестерина начинаете бежать и сокращать потребление жиров а на самом деле зачастую да посмотрите если вдруг у кого-то из ваших близких повышенный уровень холестерина он часто сопряжен с избыточным потреблением фруктозы и в целом других сахаров и простых углеводов поэтому фруктоза это небезопасный продукт да безусловно когда мы говорим не синтетической фруктозе а фруктозе из фруктов да во фрукте кроме фруктозы есть еще вода и клетчатка да это лучше но это должно быть в разумных количествах просто есть люди там фрукторианцы которые могут весь день кушать только фрукты да например либо заменять какой-то прием пищи фруктами это не есть хорошо обратите внимание относительно безопасными подсластителями мы считаем стевию и эритрол поэтому пожалуйста читайте составы обращайте внимание особенно на протеины да потому что часто спортсмены фитнес тренера да и в сфере фитнеса мы используем именно протеин гейнеры и другие да там напитки с подсластителями пожалуйста читайте состав вот оптимально если только стевия либо эритрол если какие-то другие составе подсластители данный протеин лучше не использовать но конечно о промышленном сахаре да мы говорим что мы его прямом виде стараемся не добавлять детям например в качестве альтернативы мы можем использовать кокосовый сахар да он обладает более низким гликемическим индексом и мягче воздействовать на наш организм то есть детям подсластители нежелательны а вот виде например кокосового сахара можно здесь об этом подумать дальше еще одна тема тоже касающиеся фитнеса и продукт воспаления на самом деле это молочные продукты очень много страшилок ходит на сегодняшний момент про молочные продукты кто-то говорит можно кто-то говорит нельзя там в том прошлом когда я была фитнес тренером молочные продукты восхвалялись фитнес индустрии и творог и казеин опять те же протеин и сыр это все было продуктами выбора для спортсмена что же на самом деле мы имеем касаемо молочных продуктов здесь важно учесть два основных момента две составляющие молочных продуктов это казеин казеин это молочный белок это лактоза лактоза это молочный сахар вот две проблемные составляющие что мы здесь можем сказать что касается лактоза молочного сахара. Здесь есть генетика, ее можно легко проверить, то есть есть люди, которые на генетическом уровне этот сахар не могут переварить и не могут усвоить, то есть имеет лактазную недостаточность. Лактаза это фермент, который расщепляет лактозу, и вот генетически так сложилось, что у человека этого фермента нет. В этом случае человек будет плохо переносить молочные продукты, некоторые люди это чувствуют, да, и, например, после употребления молочных продуктов говорят, что им как-то дискомфорт в животе, да, крутит, у кого-то прыщи, у кого-то отечность, у кого-то еще какие-то проблемы. Кто-то никак этого не ощущает, такой вариант тоже может быть. И второй, да, момент молочный белок, это казин. Казин в фитнесе считается, что это круто, да, что это отличный, на самом деле, там, белок животного происхождения, который помогает строить нам нашу мышечную массу. Ну, зачастую огромное количество людей имеет, ну, скажем так, чувствительность к данному белку и, собственно, не может его переварить и усвоить. И зачастую проблемы-то по большей части молочных продуктов больше связаны даже с казеином, нежели с лактозой. И детки маленькие есть, которые плохо усваивают, не могут усвоить казеин, от этого у них там, например, срыгивание, да, у малышей, если у кого-то есть маленькие детки, обратите на это внимание. Но казеин существует двух типов, да, сейчас не знаю, насколько вам эта информация будет понятна, если что, задайте вопросы. Казеин есть двух типов. Казеин типа А1 и казеин типа А2. Казеин типа А1 – это тот молочный белок, который содержится в обычном коровьем молоке и в других кисломолочных продуктах из коровьего молока. Вот чувствительность к этому виду казеина у людей возникает намного чаще. А есть казеин типа А2. К ним, например, относятся козье молоко, да, и продукты из козьего, верблюжьего молока, грудное молоко относятся к казеину типа А2. Этот тип белка зачастую усваивается организмом лучше, чем казеин типа А1. Поэтому, если уж вы выбираете для себя, что вы хотите сохранить молочные продукты, лучше, если они будут из овечьего, козьего молока, и лучше кисломолочные продукты или термически обработанные. Но у всего есть свои нюансы. То есть может быть такое, что у вас непереносимость данных продуктов. И молочные продукты также могут стимулировать воспалительные процессы. Каким образом? Как раз молочные продукты содержат инсулин, подобный фактор роста, который провоцирует, собственно, ну и набор мышечной массы, в том числе, если мы такую цель ставим, да, при наборе мышечной массы повышение инсулина может быть актуально. Но надо понимать, что это ведет к состоянию инсулинорезистентности. Вот. Но для тех, у кого лишний вес имеется, и когда человек хочет снизить вес, а есть повышенный уровень инсулина, то молочные продукты будут категорически противопоказаны в данном случае. Вот. Надеюсь, что по молочным продуктам понятно. Поставьте мне, пожалуйста, плюсик, если все понятно, либо задайте вопрос, если у вас возникает сомнение, можно, либо нельзя молочные продукты употреблять. Дальше. Следующий продукт воспаления, который хотелось бы убрать, это глютен. Глютен – это белок. Белок, который содержится в злаковых. Вот обратите внимание, на самом деле, аллергии, чувствительности и сложности какие-то у людей чаще всего с перевариванием белков различной природы. Вот глютен – это тоже белок, который содержится в растительных продуктах. И проблема этого белка в том, что он склеивает ворсинки тонкого кишечника и повреждает слизистую оболочку нашего кишечника. Что в итоге делает кишечник проницаемым. То есть через кишечный барьер проникают вирусы, грибы, бактерии и недопереваренные белки в наш кровоток, которые иммунная система начинает атаковать. И, собственно, здесь на этом фоне могут часто развиваться аутоиммунные различные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта и так далее. Опять же, все в разумных количествах. Когда-то очень давно пшеница содержала в разы меньше глютена, чем в современных реалиях. Поэтому, да, раньше наши бабушки ели пшеничный хлеб и все было супер. Но в современной реальности качество продуктов сильно изменилось. И содержание глютена возросло в разы. То есть мы имеем глютен сейчас везде и вся. Помимо того, что это обычные хлебобулочные изделия. Также глютен будет добавлен во все соусы, полуфабрикаты. Даже если вы купили покупные какие-то котлетки, голубцы и так далее, они будут содержать глютен. Поэтому обратите на это внимание. Страшен не сам продукт, страшно большое его количество в нашем рационе. Ну и, конечно, обработанные, переработанные, перегретые, рафинированные жиры. Да, наши так называемые транжиры. Это те вещества, собственно, которые будут стимулировать образование канцерогенов в нашем организме. Которые будут, скажем так, ну, не дадут здоровья нашей гормональной системе. То есть если мы хотим потреблять жиры, то они обязательно должны быть свежими, сырыми. То бишь это растительные, не рафинированные масла холодного отжима. Все, что уже рафинировано, дезодорировано, как-то переработано. Да, это те жиры, которые изменены по своей структуре. И они вызывают воспаление внутри наших клеток. Поэтому от таких жиров как раз стоит воздержаться в нашем рационе. А то сейчас скажете, что я разрешила вам есть жиры. Вот я хотя бы дам ремарку, что не все жиры – это хорошо. Ну, теперь давайте перейдем непосредственно, как же составить здоровый рацион, да. Что мы можем дать своим клиентам здесь и сейчас, особо не погружаясь глубоко в тему. Такие рекомендации, которые подойдут большинству. Во-первых, да, кратность приемов пищи. На самом деле в фитнесе долгое время существовал миф о дробном питании. И, собственно, как раз применяя эти подходы, мы получили эпоху инсулино-резистентности, сахарного диабета и других нарушений углеводного обмена. Оптимальным для любого организма является трехразовый режим питания. Три раза без перекусов – это тот режим, который подойдет абсолютному большинству. Да, есть исключения. Кому-то хорошо будут кушать два раза в день, кому-то четыре. Но не пять, не шесть, не десять и так далее. То есть четыре – это максимум, который возможен. Но вообще оптимально три. Дальше. Рацион должен быть разнообразным. Мы не сажаем ни в коем случае клиента на гречку, куриную грудку и огурцы. Смотрите шире. Продуктов очень-очень много. И чем выше их разнообразие, тем меньше дефицитных состояний в нашем организме будет. То есть с помощью питания, на самом деле, какие-то первоочередные потребности мы можем закрывать. Дальше. Мы всегда отдаем свое предпочтение цельным продуктам. Что значит цельный? Вот я всегда спрашиваю, что лучше – семена или масло? Да. Смотрите, первый источник – это семя. Семя – это цельный продукт. Масло – это продукт переработки. Поэтому семя всегда лучше, чем масло. Если встает вопрос купить гречку, крупу обычную, либо, например, съесть оладьи из гречневой муки. То есть, конечно же, цельная гречневая крупа, еще если это будет зеленая гречка, будет еще лучше. Поэтому чем менее переработан продукт, тем, конечно же, он будет полезнее. Дальше. Как мы составляем тарелку? Что у нас должно быть? Вот посмотрите на картиночку, да, как раз. Здоровая тарелка делится примерно на 4 части, где половину тарелки занимает зелень, овощи, может быть, небольшое количество фруктов. Одну четвертую часть тарелки занимают сложные углеводы, то есть крупы, побовые и крахмалистые овощи. И одну четвертую часть занимает белковый продукт. И сверху это все добавляется, да, порция жиров. Вот, в принципе, три приема пищи, соблюдающих вот этот принцип, дадут вам все необходимые белки, жиры и углеводы. Разве что профессиональным спортсменам там еще будет необходим дополнительное употребление какого-нибудь коллагена либо протеина. Для того, чтобы дополнительно еще добрать белок. Но в целом для большинства, особенно для клиентов фитнес-клуба, руководство вот этим правилом на завтрак, обед и ужин будет вполне достаточно, чтобы сбалансировать рацион. И не надо ничего высчитывать, никакие белки, жиры и углеводы. Конечно же, важным моментом является не пропускать завтрак. Да, очень многие этим грешны и говорят, что не хотят утром есть. Здесь на самом деле вопрос привычки. Отсутствие голода по утрам часто связано с плотным ужином. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Мы стараемся поужинать за 3-4 часа до сна. Тогда с утра не возникнет желания пропустить завтрак. Конечно, очень важно тщательно пережевывать всю ту пищу, которую мы употребляем. Тщательное пережевывание даст нам отличное переваривание дальше по желудочно-кишечному тракту. А хорошее переваривание пищи – это поступление витаминов и минералов в наш организм. Плохо пережевали, плохо переварилась еда, дефицитные состояния. То есть возникают дефициты без пережевывания. Поэтому, пожалуйста, просите клиентов жевать тщательно, максимально, никуда не торопиться. Конечно же, мы употребляем еду без каких-либо гаджетов. Мы не отвлекаемся на телефон, мы стараемся максимально сконцентрироваться. Почему этот момент важен? Вроде как тоже прописная истина, но почему я такой акцент на нее делаю? Это, поскольку запуск процесса пищеварения, запуск выработки ферментов начинается не во время приема пищи, а уже в тот момент, когда мы просто смотрим на еду, когда у нас слюнки начинают течь. И если вы должным образом не вкусили запах, не насладились ее видом, то запуск процесса пищеварения в принципе не наступит. Поэтому старайтесь не отвлекаться, а сконцентрироваться на еде, на ее вкусе, на ее цвете, запахе и так далее. И тогда это обеспечит нам максимально продуктивное переваривание этой еды. Ну и, конечно же, помимо еды мы не забываем и про жидкость. На самом деле в концепции здорового питания такие напитки, как чай, кофе и какие-то еще, они уходят на второй план, то есть вообще желательно данные продукты не употреблять, они нам в принципе не очень нужны. А вот вода, да, это то, что нам необходимо. И, конечно, норму воды, думаю, вы все знаете, это как минимум 30 миллилитров на килограмм веса. А что касается людей тренирующихся и во время тренировки, это дополнительный прием, примерно 300-500 миллилитров жидкости, либо 50 миллилитров на килограмм веса, если тренировки ежедневные. Очень важно употреблять теплую еду за 30 минут до еды. Это помогает запустить, да, так называемую промывку нашего пищеварения, запустить процесс пищеварения и на самом деле даст вам очень колоссальный результат. Во-первых, человек будет наедаться той едой, которую он съел, и будет возникать желание складывать у себя все подряд. А во-вторых, собственно, все процессы метаболические будут протекать более правильно. Я еще сказала такой момент, как теплая вода. Обратите, пожалуйста, тоже на него внимание. Теплая – это не вода комнатной температуры, это вода температуры примерно 38-40 градусов. То есть хотелось бы, чтобы вся принимаемая жидкость была примерно этой температурой. Это важно для того, чтобы не спазмировать сфинктеры нашего желудочно-кишечного тракта. Для того, чтобы улучшить всасывание и усвоение воды. Когда мы пьем холодную воду, она спазмирует наши сфинктеры, через которые оттекают панкреатический сок, да, то есть ферменты, через которые оттекает желчь, необходимая для переваривания жиров. Поэтому хотелось бы, чтобы вода была теплая. Кто-нибудь пьет сейчас теплую воду, особенно летом, да, важно уделять этому внимание, что летом никакой холодной воды, никаких, и, пожалуйста, никаких холодных напитков во время еды. Ну, как минимум, да, если уж что-то пьем, ну, как бы хотя бы комнатная температура, но ни в коем случае там не холодный напиток, не напиток со льдом. Вместе с едой это просто табу. Наше пищеварение встанет и ничего не переварится. Из данного приема пищи. Так, давайте будем двигаться дальше. Какие продукты следует ограничить, да, при составлении рациона питания, при таких стандартных рекомендациях, собственно, все продукты воспаления, о которых мы уже проговорили ранее. Еще раз остановлюсь, что мы стараемся ограничить сахар и подсластители, в том числе мед и фрукты. Мы, как минимум, рекомендуем убрать цельное молоко всем взрослым людям. Если уж прокисломолочные продукты, окей, кто-то их оставит, то цельное молоко не показано, в принципе, взрослым людям. То есть у нас выработка фермента лактаза снижается у всех с возрастом, и взрослым людям, да, как раз данное молоко, но учитывая тот факт, что в данный момент в магазинах у нас цельного молока нет, да, то, что там продается, это лишь жалкое подобие молока, конечно, не рекомендовано такой продукт употреблять. Дальше. Мы стараемся ограничить крупы с глютеном. Не говорю их полностью убрать, но хотя бы ограничить. Что содержит глютен? Все изделия из пшеницы и пшеничной муки, в том числе булгур, кускус, да, это все пшеница. Макароны, вы должны понимать, что это тоже все пшеница. А помимо пшеницы, глютен содержится во ржи, то есть ржаной хлеб от пшеничного хлеба вообще ничем не отличается. Разницы между ржаной и пшеничным нет никакой. Дальше. Овес, овсянка, геркулес, да, зачастую тоже в фитнесе ее очень любят. На самом деле, я говорю овсянку, один раз в недельку можно добавлять. Сам по себе цельный овес глютена не содержит, но зачастую овес обрабатывается на тех же предприятиях, где глютен содержащие крупы. Поэтому очень часто большие следы глютена в нем также присутствуют. Ну и плюс, если мы говорим об овсянке, переработанной, да, в виде геркулеса, то это все-таки уже больше простой углевод, а несложный. Конечно же, мы убираем промышленные полуфабрикаты и фастфуд из-за большого количества тракт жиров, жиров с нарушенной цепью, да, то есть вот этих переработанных жиров, а также в них примешивается дополнительно глютен, подсластители и так далее. Поэтому, конечно, эти продукты мы стараемся убрать. И также отдельно именно для вас выделила арахис, растительные масла с преобладанием омега-6. Знаю, что тоже фитнес-тренера любят сами, любят рекомендовать своим клиентам арахисовую пасту. Вот, я думаю, что каждый из вас наверняка ее тоже пробовал, может быть, даже когда-то рекомендовал своим клиентам. Чем плох арахис? Есть несколько моментов, да. Ну, во-первых, арахис – это не орех, если вдруг кто-то так думает, да. Арахис – это бобовые, а бобовые – это значит те продукты, которые содержат лектины. Лектины – это опять-таки белки, да, такие же, как есть белок лютен, есть белок лектин, который пагубно воздействует на состояние нашего кишечника. Это раз. Второй момент. Весь, практически 100% арахис заражен плесневелыми грибками. То есть, ну, скажем так, токсичный аспергиллез, да, который присутствует в арахисе, будет пагубно влиять на состояние микробиота нашего кишечника. То есть мы тем самым получаем порцию токсин. Это два. В-третьих, арахис часто бывает продуктом ГМО, то есть ненатуральный, да, и является генно-модифицированным продуктом. И четвертый момент. Он содержит достаточно большое количество омега-6 жиров. Омега-6 сами по себе неплохи, если мы контролируем их баланс с омега-3 жирными кислотами. Зачастую так бывает, что омега-3 жирных кислот мы не доедаем. Омега-6 преобладает в нашем рационе, и омега-6 тем самым тоже могут вызывать процессы воспаления внутри нашего организма. Поэтому, дорогие тренера, если вы употребляете добавки с использованием омеги, то прошу вас обратить внимание на тот момент, что не надо никогда покупать баночку омега-3, 6, 9. Это не есть хорошо. Омега-6 и омега-9 мы зачастую получаем достаточной из продуктов питания. А вот омега-3 нам часто не хватает. Дальше. Про то, что убрать, поговорили. Но ведь наша задача, когда мы особенно даем рекомендации клиенту, да и себе в том числе, для того, чтобы эти рекомендации соблюдать, нужно не максимально убирать из рациона, а стоит максимально расширять рацион, да, то есть делать его максимально широким, разнообразным, вкусным, интересным, тогда рекомендации можно будет придерживать. Поэтому, конечно же, сначала нужно ввести полезные продукты, а потом уже убирать те, которые не рекомендованы. Что мы добавляем? Мы, конечно же, сейчас особенно сезонные, сладкие ягоды, сезонные ягоды, овощи, сезонные овощи, ну и фрукты тоже сезонные должны быть в рационе. Крупы без глютена и бобовые. Предварительно их вымачиваем в водичке и включаем в рацион. Растительное молоко, как альтернатива, да, к молочным продуктам, кокосовое, миндальное, кунжутное, маковое и так далее, это то молоко, которое обладает огромным количеством кальция, гораздо большим даже, чем обычное коровье молоко. И из этого молока мы также можем делать кисломолочные продукты по типу йогурта, кефира и так далее. И в целом ферментированные продукты, это просто отличная кладезь витаминов, это кладезь бактерий для здоровья нашего кишечника и, в принципе, для сбалансированной работы нашего желудочно-кишечного тракта. Поэтому квашеная капуста, кокосовые йогурты, обязательно, если их нет в вашем рационе, добавляйте. Семена, орехи, отлично, должны быть обязательно. Спирулина, водоросли, как суперфуды, тоже должны быть. Грибы можно добавлять в рацион. Нерафинированные растительные масла обязательно практически в каждый прием пищи. Оливки, авокадо добавляем. Птица, рыба, мясо, морепродукты. Особенно хочу подчеркнуть субпродукты. Для тренирующихся людей суппродукт два раза в неделю обязательно. Это источник гемового железа. Это источник кальция, это источник цинка. Это замечательный, даже более полезный продукт, чем любой другой вид мяса. И вот здесь на слайде нет, но еще дополнительно хочу отметить костный бульон. Костный бульон – это, грубо говоря, альтернатива коллагену, альтернатива протеину. Это продукт, богатый большим количеством аминокислот, обладающий огромным количеством белка для поддержки суставов, для роста мышечной массы. Спортивно, для людей, занимающихся спортом и фитнесом, это тоже, конечно же, продукт выбора, который можно употреблять на ежедневной основе. Я не знаю, знаете ли вы, что такое костный бульон, надо ли пояснить, напишите, если непонятно. То есть костный бульон должен быть сварен по определенным принципам. То есть мы берем именно кость и варим в течение длительного времени этот бульон. То есть время варки от 8 до 24 часов такого бульона составляет. Но сейчас мы пришли уже к тому, что уже готовые продаются эти бульоны, и их, собственно, можно приобрести и употреблять. Можно готовить продукты на их основе, можно отдельно просто пить этот бульон, можно готовить супчики. Пожалуйста, пользуемся. Итак, теперь поговорим о том, что должно быть в каждой из приемов пищи. Что на завтрак, что на обед, что на ужин. Вы еще здесь? Все хорошо? Вы меня слушаете, понимаете? Дайте какие-то опознавательные знаки, чтобы я понимала, что я не сама собой. Вот, да, вижу, что все отлично. Спасибо за вашу обратную связь. Тогда я продолжаю. Завтрак. Давайте остановимся на нем. Мы с вами говорили, да, что примерно там половина желательная это на овощи. С завтраком примерно то же самое. В качестве источника белка что мы можем взять на завтрак? Конечно же, завтрак зачастую ассоциируется с яйцами. Пожалуйста, яйца, если это деревенские, фермерские, могут быть на завтрак вплоть до каждый день. Если вы покупаете магазинные яйца, то яйца 3-4 раза в неделю, не более. Слабосоленая рыбка, которую вы посолили сами из замороженной рыбы, либо купили с хорошим составом в магазине. Различные печеночные паштеты. Можно готовить домашнюю ветчину, буженину. То есть просто запеченный кусок мяса вместо колбаски отрезаем себе на бутерброд. В качестве источника жиров, да, животные жиры. Это масло кхи. Масло кхи это топленое сливочное масло. Может быть сало тоже какое-то качественное, да, фермерское. Суппродукты тоже содержат жиры. Яичный желток это тоже жиры. Жирная рыбка, да, пожалуйста. И растительные жиры тоже, конечно, могут присутствовать на завтрак. Например, в виде авокадо вы видите семена орехи. Пожалуйста, на завтрак их тоже можно добавлять. Из углеводной составляющей обязательно берем овощи и зелень. Крупы, да, тоже у нас могут присутствовать на завтрак. Гречневый хлеб, да, на который мы можем, вот сразу вопрос, паштет без хлеба. Нет, можно с хлеба. Только хлеб мы делаем гречневый. Из зеленой пророщенной гречки, например, да. Сейчас тоже такое можно купить. Пожалуйста, сложности нет. Есть безглютеновый хлеб. Но опять же, если вы едите один кусочек хлеба только на завтрак, то просто читайте состав, выбирайте качественный бездрожжевой хлеб, без подсластителей и, пожалуйста, используйте его. Есть хлебцы, да, с хорошим составом. Тоже, пожалуйста, на них положить рыбку, паштет можно на завтрак. Ну и в качестве примеров я вам привожу, да, что мы можем взять. Например, яичницу из двух-трех яиц, половинку авокадо, например, отварное киноа. Киноа – это тоже такая крупа безглютеновая, супер. Например, тост, да, какой-то из какого-то правильного хлеба с слабосоленой рыбкой и дополняем это все свежей зеленью. Прекрасный сбалансированный завтрак. Дальше, если не яйца, то, например, каша, да, может быть каша, но не каждый день, опять же. Например, пшенная каша на кокосовом волоке с добавлением ягод. И обязательно мы еще добавляем что-то белковое, например, паштет из печени, да, который мы там, например, на листик салата намазали и завернули в рулетик. То есть такой вариант, да, если без хлеба тоже возможен, как поесть паштет. Либо рыбку мы можем завернуть в этот листик салата и тоже таким образом скушать. Можно заморочиться и приготовить себе что-то типа кабачковой вафли, да, то есть как кабачковые оладушки готовятся. Добавляем кабачок, выпекаем вафельки. Сверху яйцо пашот. На самом деле яйцо пашот – это лучший вариант по усвоению белка и по усвоению желтка яичного, да, поэтому берите на вооружение. И, например, салатик из свежей капусты в качестве углеводов с данным блюдом тоже будет супер. Вот такие вкусные у нас могут быть завтраки. Дальше. Что мы будем есть на обед? В качестве источников белка у нас здесь может быть костный бульон, про который я уже сказала. Можно на обед использовать красное мясо, то есть говядина, свинина, баранина, может быть птица и могут быть любые сорта рыбы и морепродуктов. Конечно, то есть на обед вообще все, что угодно. В качестве источника жиров, ну, это у нас могут быть жирные сорта мяса, растительные нерафинированные мысла, семечки. То есть здесь уже, ну, как бы не такое большое количество животных жиров мы добавляем, но тем не менее. Дальше. Углеводы – это овощи и зелень, крупы бобовые и крахмалистые овощи. Тоже, конечно, то есть обед – это самый плотный прием пищи, поэтому, пожалуйста, составляйте тарелочку. Вот как пример вам, да, то есть, например, паста, макароны из каких-то, ну, например, там, из гречки, да, гречневые, чечевичные макароны могут быть, какая-то, скажем так, нарезка из мяса, да, там, какой-нибудь файкассей, либо еще что-то, и зелень овощи на половину тарелочки. Прекрасный вариант. А что еще у нас тут в качестве примеров? Ну, например, мы берем говяжий стейк, квашеную капусту и запеченный картофель. Пожалуйста, как вариант обеда – отлично. Форель, бурый рис, салат из свежих овощей с маслом, и добавляем кусочек гречневого хлеба. Супер! Суп-пюре из кабачка на костном бульоне, с семечками, с добавлением креветок. Это вообще просто пушка-бомба-пулемет, да. Вообще, эти супы, суп-пюре на основе костного бульона, овощные, они бомбически вкусные и очень просто готовятся. Сейчас я вас научу, да. То есть мы берем просто кабачок, нарезаем его на кубики, кладем на сковородочку, с маслом к хи, чуть-чуть обжариваем, можно добавить лук-морковку, потом все это перекладываем в кастрюльку с костным бульоном, провариваем, делаем блендером вжик-вжик, посыпаем тыквенными семечками, добавляем уже приготовленные там креветки, рыбу, мясо, что хотите. И это очень вкусно, это едят даже дети, и это очень полезно, да, и это быстро готовится. Собственно, я считаю, что это отличный вариант супа, который можно поесть, когда нам хочется жидкого. Ну и мы переходим уже к ужину, да. В качестве белковой составляющей используем птицу, белую рыбу, морепродукты, кролика, опять же, могут быть супы на базе костного бульона. В качестве жиров растительные нерафинированные масла, семечки. Дальше, в качестве углеводов, не крахмалистые овощи и зелень могут быть. Крахмалистые лучше не использовать, да. То есть ужин все-таки у нас такой максимально облегченный должен быть, поэтому вот такой вариант. Например, да, что мы можем? Брокколи какие-то запеченные, отварные, плюс какая-нибудь белая рыбка, все это посыпано семенами кунжута. Отлично. Еще вариант. Рис из цветной капусты, стейк индейки. Да, пожалуйста, вообще отлично может быть. Овощи гриль плюс люля-кебаб из курицы с кинзой. Тоже потрясающе. То есть, грубо говоря, ужин это у нас овощи и мясо, да, если вот брать так усредненно. Можно для мужчин, либо при наборе мощной массы, добавлять сложные углеводы, крахмалистые овощи. При снижении веса все-таки не стоит. Так, все ли по приемам пищи плюс-минус понятно? Задавайте вопросы, если вдруг какие-то сложности, недопонимания здесь возникли. И мы перейдем дальше. Дальше я хотела бы проговорить, да, то есть я рассказала про то, как составить рацион. Собственно, это та база, которую можно дать абсолютно каждому. Марина, не от меня это зависит, да, думаю, вопрос к организаторам. Наверное, запись должна быть. Вот. Критерии выбора продукта. Да, давайте перейдем к ним. На что мы основываемся? Ну, первое, что я уже сказала, мы стараемся брать максимально цельные продукты. То есть лучше купить кусок мяса, а не фарш. Лучше купить кусок мяса, а не котлету, да. То есть чем меньше обработки, тем лучше. То же самое касается рыбы. Рыбу покупаем цельную, с головой, с хвостом, замороженную. И только потом ее разделываем. Дальше. Следующий принцип. Мы выбираем сложный продукт. Что значит сложный? Ну, например, мы покупаем креветки, которые цельные креветки, да, в панцире. И мы будем этот продукт сами сидеть, чистить во время потребления. Мы не покупаем сразу чищенные креветки, чтобы их быстренько в себя сложить. И опять же, когда мы едим цельную рыбу, то есть нам нужно посидеть, повыбирать косточки. Это опять-таки сложный продукт. А вот, например, рыбная котлета, которая уже все переработана, это такой более простой продукт. Поэтому мы отдаем предпочтение сложным. Ну, сложные, цельные, да, примерно об одном и том же. Но обращайте на это внимание. Дальше. Максимальное разнообразие. Все цвета радуги. Есть даже там специальные такие трекеры, которые позволяют, да, ставить галочки. А продукты ли всех цветов вы сегодня поели? На самом деле цвет продукта говорит о его составе не только с точки зрения витаминов и минералов. У нас помимо витаминов и минералов в каждом продукте, особенно растительном, да, есть различные флавоноиды. И, собственно, разные цвета, да, отвечают за разный состав дополнительных невитаминных, да, каких-то добавок в пище, которые также необходимы нашему организму. Поэтому, конечно, сидеть на трех продуктах – это, сразу говорю, провальная стратегия. Следующий момент. Мы обращаем внимание на качество сырья. Но без этого, простите, абсолютно никак, да, то есть мы выбираем какие-то фермерские хозяйства, насколько это возможно. Мы выбираем, да, где купить рыбу, то есть чтобы это была максимально там дикая, выращенная, как в каких-то в морях, океанах пойманная, а не откормленная какими-то непонятными вещами рыбка. Да, и то же самое там касаемо коров, то есть на свободном выпусте, те, которые кушают травку. На это обращайте внимание. И вот здесь у меня стоит такой фермерский. То есть зачастую многие считают, что если фермерская, значит полезная. Это не всегда так. Вот как раз запрашиваете документацию, разговариваете с фермерами и спрашиваете, чем они кормят животное. Ведь это очень-очень важно. Ну, то есть скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты, и, собственно, такой продукт ты будешь давать. Если корова кушает травку, то это прекрасно. Можно там сделать творог из ее молочка, например, либо поесть эту говядину. А если это корова, которую кормят исключительно там пшеницей, то вы должны понимать, что в составе этого мяса уже будет содержаться глютен в том числе. Процветные, в принципе, сказала. Обязательно читаем состав на каждом продукте внимательно. Не верьте маркетингу, где там написано без сахара, без еще чего-то. Прочитывайте состав. Оптимально, если в составе будет до пяти ингредиентов. Чем их меньше, тем лучше. То, что стоит на первом месте в составе, того в продукте больше всего. И если на первом месте в составе печенек сахар, значит сахара там больше всего. Обращайте внимание на упаковку. Особенно это актуально к маслам. То есть масла должны продаваться в стеклянной упаковке из темного стекла. Не берите пластик. И вообще, в принципе, старайтесь пластиковой упаковкой пользоваться по минимуму. Особенно не нагревать, не разогревать. И в том числе водичку из пластиковых бутылок пить по минимуму. Поскольку это дополнительная токсическая нагрузка на организм. Примерно на данные критерии я рекомендую вам основываться в качестве такого базового списка. Ну и последнее, о чем мы сегодня поговорим, это влияние питания на спортивные результаты. Конечно, здесь тоже можно рассказывать очень много и долго. Но я хочу выделить основные моменты. Конечно же, при помощи питания мы можем определять, либо произойдет набор мышечной массы, либо снижение веса. Как мы здесь двигаем рацион для той либо иной цели. Во время набора мышечной массы мы можем рекомендовать увеличить кратность приемов пищи до 4. И мы сохраняем принцип тарелки в каждый прием пищи и сложные углеводы в каждый прием пищи. Все, да. Мы не отпиваемся с утра до вечера протеином, но дополнительно может быть одна порция протеина. Этого более чем достаточно. При снижении веса мы как раз таки убираем сложные углеводы из ужина. Мы сохраняем трехразовый режим питания и в остальном полагаемся на правила тарелки. Вообще я обычно так говорю, что в здоровом организме вес всегда будет нормальный. То есть если в организме все хорошо, то лишнего веса не будет. То есть поэтому стратегия, что набора, что снижение веса, она примерно одна. Сделать организм здоровым. И устранив причину этого дисбаланса, либо нехватки массы, либо высокой массы тела, устранив причину, почему этого нет, мы получим тот результат. Огнаться за результатом, только снизить вес любой ценой, это будет краткосрочный результат. То есть мы быстро получим откат назад, не устранив первую причину. Дальше. От того, как мы питаемся, будет зависеть то, как мы будем переносить физическую нагрузку. Почему? Я вам упоминала такой показатель, как ферритин и уровень железа. Если, например, девушка не ест мясо, не ест духовые продукты, либо не ест субпродукты, у нее дефицит железа, она не сможет тренироваться. Ей все время будет нехорошо. Она сможет ходить только на йогу, может быть, и то не факт. Она не будет получать удовольствие от тренировок. Все-таки наша задача, чтобы человек кайфовал от занятий, и получал результаты. Поэтому, безусловно, питание и работа желудочно-кишечного тракта здесь будут влиять на переносимость физических нагрузок огромное значение. И, конечно, на голодный, на пустой желудок, на сниженный уровень глюкозы тренироваться тоже будет тяжело. Об этом тоже стоит помнить. Дальше. Во время физических упражнений, во время нагрузок, собственно, сокращение мышечное запускает движение лимфы. Лимфа – это очень важная жидкость внутри нашего организма, в которую сбрасываются все токсины, которые есть внутри нашего организма. То есть лимфа должна двигаться, должна очищаться. И здесь питание и физическая нагрузка очень хорошо взаимодействуют друг с другом. То есть физическая активность заставляет лимфу двигаться, правильное питание делает лимфу более чистой, и это избавляет человека от отечности, от целлюлита. Это как раз следующий вопрос. Тонус кожи, естественно, тонус кожи определяет и питание в том числе. Для того, чтобы не было целлюлита, должно быть хорошее движение лимфы, исключены продукты воспаления, и тогда наша кожа будет выглядеть отлично. Вообще, кожа становится дряблой, и появляются различные и кожные высыпания, и преждевременные морщины, как продукты гликации. То есть это такое засахаривание белков, грубо говоря. То есть когда мы едим много сахара, много переработанных продуктов, а тонусе кожи хорошим и речи быть не может. Ну, про кожные высыпания я уже, в принципе, сегодня говорила, что, например, избыток белка, избыток сахаров, дисбиоз в кишечнике приводит к образованию акне, прыщам и так далее. Ну и, в принципе, наше здоровье, здоровье нашего организма изнутри, если организм здоров, то он готов к подвигам, он готов к спортивным результатам максимальным. И, собственно, эффективность тренировок у здорового человека всегда будет в разы выше, чем у больного. Поэтому об этом стоит помнить и подходить к введению каждого клиента комплексно. Тогда вы будете получать фантастические результаты. Ну, а я была рада знакомству с вами. Надеюсь, что вы провели сегодня время не зря. Я оставляю вам свои контакты. Меня можно найти в Телеграме, можно найти в Инстаграме, найти в WhatsApp, найти в ВКонтакте, в любом из мессенджеров. Пожалуйста, я буду рада с вами знакомству. Если вдруг возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Хотелось бы отдельные слайды на набор мышц и на снижение веса. Михаил, ну, в принципе, основные принципы я проговорила. Вот, на самом деле, такая большая проблема тренировок, что вы начинаете упираться очень сильно в эти моменты. А на самом деле причина, почему вес не набирается, она, конечно же, стоит на биохимическом уровне и на состоянии желудочно-кишечного тракта. Вот, поэтому я буду рада видеть вас везде. И, собственно, ко мне можно обратиться и по поводу, по части обучения в сфере нутрициологии. Также я отдельно занимаюсь менторством для фитнес-тренеров и помогаю им в ведении клиентов с точки зрения питания, подсказываю, на что обратить внимание и как с клиентами работать. Так что буду рада встрече. Если вдруг захочется чего-то большего узнать, пожалуйста, приходите. Да, я часто провожу прямые эфиры, вебинары и, собственно, вы сможете к ним присоединиться. Все, была рада провести с вами время. У меня на сегодня все. Спасибо огромное. Ну и всем коллегам хочу сказать, что, да, конечно, у нас записи и презентации все будет выложено через несколько дней. Мы выходом обычно укладываем на прошедшую неделю. Ну и всем хорошего дня. Коллеги, спасибо. Анастасия, спасибо. Все, всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok